Это сушилка у Игоря Барбаша, вот он объясняет как работает, посетителям объясняет. Ну Игорь Александрович, дайте интервью для нашего канала, расскажите как работает, плохо работает. Хоть пору сдавай обратно, первые впечатления прошли, вроде бы хорошо сушит, нормально, а у него посмотреть как соединение это сделано за счет чего. Это сюда ссыпается, осушенное зерно. Место соприкосновения, герметичность, то что создается? Ну если у него нет гари, значит у него не пробивает. Я понимаю, посмотри, какой принцип. Какой принцип, ну то же самое. Все так же, один в один, только она больше. Снежок падает. Соляра здесь, соляра под давлением подается вот в эту трубу. Вот нагревалка. Да, и вот в этой трубе горит она. Я подходил вчера, позавчера посмотрел. Вот. Маленько снежок падает, поэтому мы так прикрываем рукой чуть-чуть. Все маленько. Засыпало все кругом. Да какая-то разе сильная. Бывает такой снегопад, что прям хлопья с неба падает. Видит еще. Да. Еще зима наступила. Зима. Уже наступает на пятки. Вот сушилка. Сегодня не работает сушилка. В воскресный день после храма вышли мы. Интересно, какого сделали, чтобы заезжать там. Да, придумали для заезда. Сюда на куне ссыпают зерно. Вот в этот бункер. Вот сушилка брата Игоря Барабаша. Мужик хороший. Мужик бывший директор из колхоза Степанова. Там тоже какой-то был.